Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стыкеленбург. Вы смотрите 367 серию. Добро пожаловать! Мы сегодня играем семейкой по линии Маркуши. Наш Доглас пошел писать свои книги. Нейтан выясняет, что под его кроватью живет какое-то странное чудовище. Боже, ребят, пришло это чудовище! Давайте попробуем с ним поговорить. И вообще нужно, наверное, маму позвать. Давайте маму позовем, чтобы она помогла нашим ребятам. Смотрите, по-моему, он сам попросить опрыскать чудовище из-под кровати. Нейтан сам бежит к мамочке, чтобы рассказать, чтобы попросить о помощи. А мама уже бежит на второй этаж. Да, вот смотрите, такое действие интересное. Ой, только мама уже ушла. Слушай, ты что, с ума сошел от этого чудовища? Мама уже бежит. И давайте попросим Вики, чтобы она побрызгала им кровать. Давайте опрыскать и давайте сразу кровать Ролана тоже побрызгаем, чтобы чудовище не было страшно ни для Нейтана, ни для Ролана. Так что Вики, я думаю, что своим малышам, своим ребятам поможет. И больше они бояться не будут. Зато я их спать отправила, а они спать не могут, потому что чудовище им тут везде мерещится. Вики, что такое? Давай, побрызгай, чтобы Нейтан не смог пообщаться с чудовищем из-под кровати. Похоже, оно пока не хочет ни с кем знакомиться. Ролан, а ты со своим чудовищем поговорил? Ой, Ролана даже действий таких нет. Слишком напуган и не хочет спать в кровати. Вики, ну давай, ты поможешь ребятам? Вот, опрыска и чудовище, не чудовище, а кровать. Смотрите, Нейтан все продолжает маму просить, какую-то невидимую маму, которой здесь нет. Вики и Ролан нам написали, что теперь хорошие друзья. В общем, мальчишки наши запаниковали и маму ночью разбудили, чтобы она их спасла от этого чудовища. Давайте, ребятки, ложитесь спать уже. Нет, не могут они, они слишком напуганы. Вот, и этот испуг будет еще, в принципе, долго. Поэтому можно их, наверное, отправлять покушать. А вот Ролан, вроде бы, не очень напуган. Поэтому, а нет, тоже напуган. Напуган и не хочет. Не хочет он ложиться спать. Давайте тогда, наверное... Так, основная цель. На железнодорожном вокзале, надеясь найти, у кого бы почистить карманы, Поле замечает хорошо известную актрису. Так, обокрасть ее. Ну, давайте попробуем украсть кошелек. Да, снижение продуктивности. Да, снизилась продуктивность, но мы получили 57 миллионов. Лучше бы мы их не получали, и продуктивность у нас была бы более высокая. Так, Нейтан, что? Нейтан уже готов спать. Да, ну правильно, пусть детки, наверное, ребят, ложатся спать, потому что уже ночь. Только Ролан кушать хочет. Давайте, Ролан тогда пусть покушает. Ролан, я передумала, иди покушай, а потом уже ложись спать, когда будешь сытый. Все, детишки наши легли спать. Маму тоже, наверное, можно отправлять. Ну, мама не особо спать хочет. Так, ребят, Дуглас у нас там пишет книгу. Я уже вам об этом говорила, потому что ему нужно и по работе повышать свое ежедневное задание написания книг. И также мы пишем книги, чтобы на этом потом зарабатывать побольше денег. Ой, Венди пришла. Здравствуй, Венди. Давайте пообщаемся с ней. Вот, и эту серию я хотела бы немножечко Джареду, что ли, не знаю, уделить внимания в ней больше, потому что мы, правда, уже давно на него внимания не то что не обращаем, просто не хватает на него времени. Давайте попробуем в этой серии немножко повыполнять его желания. Что он у нас хочет? Отправить счастливое сообщение, прыжок ласточкой в бассейн и купить предмет за тысячу симолеонов. Так, ну давайте прыгнем, что ли, ласточкой в бассейн. Раз он хочет в бассейн, то пусть прыгнет. Я не против. Может вот пойти и поплавать, например, в бассейне. Так что бросай ты, Венди, бросай всех и иди поживи немножко для себя. Вот хоть отдохни немножко, а то все ты у нас, я не знаю, что, ну, как бы у Джареда нет такого определенного занятия, поэтому я даже не могу сказать, что он у нас делает постоянно. Так вот, мне не нравится, что у нас 2 часа ночи, а наши симы не спят. Это вообще все неправильно, поэтому нужно их как-то потихонечку отправлять в кровати в свои. О, Джаред заскучал. Ну ничего себе, ласточкой прыгнул и заскучал. Что это за скулька такая? Интересно, от чего у него такой мудлет? Скучный фильм. Ему фильм не понравился. Он хочет рассказать анекдот, начать собрание клуба и купить предмет за тысячу. У нас просто сейчас денег нет, тем более я говорила, что я должна джакузи купить, который мы продали. Обязательно нужно будет его купить, но нам нужно хотя бы деньги накопить до такой степени, что было бы чем отплатить счета, когда они придут. Кстати, по-моему, у Эйприл там есть кое-какие растения уже, да? Ой, 62 винограда. Сколько? 14 или 11? По-моему, 14 тысяч. Ничего себе, ну нормальненько так. Так, она сама бежит к Джареду целоваться, Эйприл наша. Не даст ему самому побыть. Хотела эту серию Джареду посвятить, но не тут-то было. Они с Эйприл все равно так неразлучны, так хотят все время быть вдвоем. Но давайте я их посажу вместе, что ли. И посмотрим мы, что тут у нас еще есть в багаже у нашей Эйприл. Оказывается, у нее есть хороший урожай. Так, ну фруктоны у нас, к сожалению, никогда не были дорогими. Они не очень дорогие. У нас есть одно яблочко, но яблоко тоже вам не особо надо. Вот, инопланетное растение 7 тысяч. Ой, ребят, даже очень неплохо. Можно будет потом приобрести джакузи. Да почему потом? Можно и сейчас его, наверное, купить. Давайте зайдем в режим строительства. Счета у нас обычно приходят на 10-7 тысяч, если я не ошибаюсь. И давайте поищем джакузи. Только я вот уже забыла, в каком оно разделе. Может быть, оно в разделе ванн. Вот у нас ванны. Да, в разделе ванн джакузи. Не помню, какое у нас было. Так оно не дорогое. Боже, 3 тысячи всего. Я почему-то думала, что джакузи там 1010 будет стоить. Я уже забыла. Оно не такое уже дорогое, поэтому мы его можем себе позволить. Да, наконец-то мы его купили. А то продали. Я все обещала. Все, наконец-то у нас есть джакузи. Притом не самое дешевое. И можно сразу... Почему в уху? Сразу просто можно залезть туда. Просто пусть Джаред и Эйприл у нас посидят в джакузи, пообщаются вдвоем. Вот освещение тут такое прикольное. Пусть побудут вместе. Вообще, эту серию, как я говорила, уже Джареду хотела бы посвятить. И может быть, мы днем, когда... Ну да, побудешь-то тут вдвоем. Тут Вики еще приперлась. Вики, мы тебя не звали. Иди вообще спать. Ну, давайте, правда, ее спать отправим или куда-нибудь. Потому что я бы хотела, чтобы Эйприл все-таки у нас побыла с Джаредом. Так, Дуглас выполнил. Нет, не выполнил. Блин, а что ж ты книгу не дописал? Ну, здрасте. Давай, иди дописывай, наверное, книгу. Он кушать пошел. Иди дописывай свою книжку. Вот, нам нужно короткую историю написать, чтобы у нас на 100% была выполнена работа. Ну, не получится у них вдвоем побыть. Пришел Маркуша. Но Маркуша, мы им управлять не можем. Поэтому мы его никак не прогоним. Так что давайте сидите. А нет, можно прогнать. Есть такое действие, прогнать из джакузи. Но мы не будем его прогонять, нашего предка. Потому что вообще он тут является отцом, дедушкой, прадедушкой. Наверное, даже два раза прапрадедушкой. Всем, кто находится здесь. Всем, кроме Джареда и Вики. Да, Маркуша? Потому что это вообще домик по твоей веточке, если они забыли все. Вот, и Эйприл, это его внучка. Вот, и Дуглас, его правнук. А получается, мальчишки Нейтан и Ролан, его праправнуки. Вот такие вот дела. Ну, они скоро уйдут, призраки. Поэтому все-таки я попробую Джареда и Эйприл загнать в джакузи, чтобы они вместе побыли. Полли у нас пришла с работы. Я, конечно же, сразу на нее не смогла переключиться, потому что была занята другими Симами. Давайте уложим ее нормально спать. Спать, потому что на диванчике на тахте особо не выспишься. Потом у Симов бодрость не очень хорошая. Так что пусть идет в свою комнату и хорошенько высыпается. Она у нас поработала с работой. У нее пока вообще проблемы. Повышение нам еще, я так понимаю, долго не ждать. А вот у Дугласа есть все хорошие возможности сегодня получить повышение. Если он допишет свою книгу, я тебя прошу, давай кушай. Ты сытый. Зачем ты ешь бутерброды, тем более перед компьютером? Ты понимаешь, что еда от этого плохо усваивается, это раз. А во-вторых, пиши давай книги быстрее. Пока ты ешь, ты меньше напишешь. Пиши книги, чтобы сегодня я надеялась на повышение. Короче, не дадут наши родственники нам побыть вдвоем. Эйприл и Джаред. А тут Блейк пришел дочку свою обнимать. В общем, вот такие вот дела. Давайте мы что ли тогда попросим массаж рук. Давайте попросим, чтобы Эйприл сделала Джареду или Джаред Эйприл. Я так и не поняла, кто кому будет делать. Да, кстати, вот что еще хотела сказать. У нас получается теперь, так как умерла Лили, нет Симы, который бы готовил всем. Я изначально хотела Вике, чтобы готовила на семью. Но потом подумала, что правда, ну не получается. С нее повар как-то не очень хорошего качества еду она готовила. И у Эйприл у нашей есть развит навык кулинарии. У нее, по-моему, шестой или пятый уровень кулинарии. Да что же вы не дадите им вдвоем-то побыть? Блейк и Маркуша, ну что же вы пристали-то к своей внучке и к своей дочке? Идите, пожалуйста, отсюда. Не дают покоя. Вот у Эйприл какой же у нее навык? Навык изысканной кулинарии один, но нам нужна обычная кулинария. Я уже, боже, сколько у нее навыков развито. Обаяние механика кулинария, шестой. Ну то есть она более-менее нормально готовит. И я думаю, что может пока готовить вообще на всю семью. Все, дописал, да? Завершено у нас задание. Четыре часа еще нам до работы. Поэтому Дуглас может пойти и хорошенько эти часы, четыре часа выспаться, чтобы идти на работу и надеяться на повышение. Все, призраки наконец-то от нас уходят. Я их, конечно, очень люблю, но они реально не дают вообще возможности побыть вдвоем, Симом. Давайте выразим восхищение. А вот Джареду хотела вообще посвятить эту серию побольше. Боже, Эйприл опять заболел. Ну что же вы все у нас болеете? Чешется у нее что-то. Что у тебя там чешется? Давай пей лекарства и не болей, пожалуйста, больше. А вот и Джаред, в принципе, какие у тебя там желания начать собрание клуба и рассмешить Ролана, боже, завести новое знакомство. Кстати, ему по жизненной цели нужно еще вот с кем-нибудь познакомиться, и тогда он выполнит свою жизненную цель. Вот сегодня можно его вообще с кем-нибудь выйти, вывести на улицу и познакомиться. Никто по улице не идет, никто не хочет познакомиться с нашим Джаредом. Он у нас парень хоть куда веселый. И вообще можно будет выйти на улицу и заодно познакомиться с кем-то и череп попросить, если, конечно, будет проходить такой сим, который раздает сахарные черепа. А то у нас их, к сожалению, пока только три. Так, ну что ж, давайте пообщаемся дальше. Они могут, наверное, даже выйти в гостиную и вот посидеть перед телевизором на диванчике. Мальчишки наши, я не помню, сделали они домашнее задание или нет. Конечно же, не сделали, поэтому давайте их разбудим. Ой, кушать хочет Нейтан, но давайте Нейтана отправим поесть. Кстати, нам кушать-то мы ничего не приготовили. Давай тогда делай пока домашку. Боже, через час уже в школу, что ж за издевательство такое. Столько проснулись, уже сразу в школу. Пусть мальчишки тогда у нас, наверное, делают домашку, а Эйприл я попрошу. Боже, все испортилось. Ну вот как можно готовить, если я все забываю и оно все портится. Эйприл попрошу приготовить, ну что она умеет, потому что Вики как-то не особо с кулинарией у нас дружит. Вот и пусть тогда пока временно готовит Эйприл. Так вот, мальчишки взяли домашку. Я думала, что они вдвоем посидят, поделают уроки, но не захотели. Нейтан остался в своей комнате у него. Плохие какие-то потребности. Да, он очень голоден, кушать хочет час, бабушка двоюродная, троюродная, не знаю, сколько юродная бабушка Эйприл приготовит, и все вы покушаете, если, конечно, к этому времени в школу не убежите. А вот у Ролана настроение получше. Уют и красота, игривый. Он у нас растяпан. Я хочу вообще нашим мальчишкам обоим выполнить их жизненные цели, чтобы и Ролан, и Нейтан выполнили их, и чтобы вообще как-то развивались. Вот, светский львенок, нам нужно завести друга или подругу навек. Мы уже познакомились вот с девочкой Гретой, и можно продолжить с ней дальше общаться, и даже вот хорошенько подружиться. Хотя, ну, логичнее было бы, если он, конечно, был бы с братом своим, с Роланом стал бы другом навек, но мы это еще посмотрим. Вот, нарисовать две картины, находясь в вдохновленном состоянии. Это нужно Ролану по мечте его жизни. Так, Джаред не стал дожидаться, пока жена приготовит что-нибудь покушать, и решил ей помочь. Что такое? Ты опять заболел? А, ты ж у нас не болел, это Эйприл болела. Смотрите, не болейте, старички, а то... И так уже скоро умирать, и Эйприл, и Джареду... Вообще жалко так расставаться с Симами, но такова жизнь. Я думаю, что Джаред тоже не особо долго еще проживет, потому что, судя по его полосочке жизни, он уже все сияет. То есть он, наверное, может у нас умереть, к сожалению, в любой момент. Когда этот момент настанет, я понятия не имею. Так, о, кстати, Дугласу скоро отмечать день... А, ну не так скоро, еще 17 дней ему до взросления. Но я думаю, что не за горами все-таки его уже взрослый возраст. Да что ж такое? Все оно у нас вонючее, нужно все это повыбрасывать. Вот, и Дуглас у нас повзрослеет. Я думаю, что там через серии 7-8 нужно ему уже становиться взрослым. У него уже сыновья. Так что уже пора. Так, мальчишкам уже задание отправляться в школу. Нейтан уже пошел. Роланд сейчас доделает задание домашнее. И тоже отправится через 15 минут на работу идти Дугласу. Так, ребят, давайте Дугласу быстренько дадим задание, чтобы он что-нибудь слепил из пластилина, пока есть время. Вот, чтобы, возможно, получил он вдохновленное настроение. И это нам как бы даст больше возможности, вероятности, что мы получим повышение. Тем более сегодня на повышение у него вообще очень даже хорошие шансы. Так, Джаред, давай-ка ты, наверное, снимешь свои планы. Гениальное, генеральное безумие. Он же у нас Чистюля. Да, Джаред Чистюля. Чистюли очень не любят беспорядок, но любят делать уборку и могут убраться в доме. Да, вот Джаред любит убирать, так что я его не заставляю через силу. Он с радостью просто хочет все поубирать. Такое прикольное действие, генеральное безумие. Он просто захотел... Ой-ой-ой, стоять, бояться. Так, идет тетя. Она нам хочет дать череп. Ты нам хочешь дать череп? Кого мы пошлем? Кого пошлем? Эйприл, наверное, у нас не занята. Она в туалет пошла, да? Она и не сильно в туалет хочет. Поэтому мы сейчас вот с этой девушкой пообщаемся и попросим у нее сахарный череп. Потому что мы продолжаем собирать нашу коллекцию. У нас осталось, к сожалению, всего лишь 20 дней до окончания этого испытания. И собрали мы пока только три разных черепа. Ну, потому что часто, к сожалению, попадаются одинаковые. Вот, Эйприл уже садовник спешит на помощь. Кстати, можно будет начать собрание клуба. Точно, начнем собрание клуба. Давайте с тетей будем продолжать общаться, чтобы она от нас не убежала. Обводим ее. И сразу начнем собрание клуба. Я надеюсь, что Эйприл присоед... Ой, Эйприл. Элли присоединится. И просто я надеюсь, что таким образом наша Элли будет навык свой повышать садоводство. И это будет очень хорошо, потому что нужно, чтобы у Элли развивались многие навыки, так как она человек эпохи Возрождения. Так, Эйприл. Я была бы очень тебе благодарна и рада, если бы ты у нас переоделась. Потому что вообще переоденься лучше в свою садовую одежду. Потому что у вас с Элли движуха. Вы будете ухаживать за садом. Ну и, между прочим, у этой тетеньки можно попросить череп. Но сначала нужно с ней пообщаться. Кстати, вот... О, а давайте... А не, не будем мы ее принимать в клуб. Потому что я боюсь, что если мы сейчас ее примем в клуб, она уже не будет тогда участницей Дня Мертвых. И череп нам не даст. Подождите, ребята, она... Вот, попросить сахарный череп. Ну, раз она уже пришла к нам домой и раз уже принялась танцевать, я надеюсь, что можно уже просить череп. Так, давайте Дугласу дадим задание упорно работать. Потому что я бы очень хотела, чтобы сегодня он получил повышение. Тетенька, пожалуйста, дайте нашей бабушке Эйприл череп. Так как мы собираем коллекцию и не будь ты жмотиной. Фигушки, не дает. Придется с ней еще общаться. Придется заводить с ней более дружеские отношения. Кстати, у нас в клубе два задания. Ухаживать за садом и быть дружелюбными. То есть мы за оба эти действия, за садоводство и за дружелюбие получаем баллы клуба. И это тоже очень хорошо. Одновременно как бы и клуб прокачиваем, и черепа собираем. Так, день рождения клуба. Не обращать внимания, это задание нам уже выпадало тысячу раз. Так, давайте вот с тетенькой с этой пошутим, пообщаемся. И будем надеяться, что череп она нам все-таки отдаст. Так, и что же происходит у нас в саду? Элли, Элли работает. Боже, бедняжка. Ну, по-моему, с садом все отлично. Да, к нам же уже приходил садовник. И, по-моему, с садом все отлично. Да, Эйприл уже хочет пойти и дома что-нибудь там потанцевать или скушать. Кристал тут ходит. Кстати, у нас с Кристал с кем хорошие отношения? Давайте посмотрим, кто-нибудь из нашей семьи с Кристал дружит? Ребят, по-моему, никто с Кристал не дружит. Дуглас, нет, не дружит. Полли тоже не дружит. Да что ж такое? Я думала, что, знаете, так как Кристал наша родственница, то с кем-то хорошие с ней отношения, но как-то ни с кем. О, подождите, а там, может быть, кто-то знакомый еще идет? Вот этот мужик, Джаред с ним дружит. Вот, мы его знаем. Давайте душевный разговор. Он наш дружбан. Он нам сразу даст череп без всяких вопросов, потому что с ним мы уже подняли хорошо отношения. Вот, а Эйприлс вот с этой тетенькой. Куда ты ушла? Она с садом пошла заниматься, потому что у них собрание клуба. Нет, иди дальше, общайся с этой девушкой. Польсти ей. Я надеюсь, что она ничего такого не заподозрит. Спроси, кем она работает и попробуй, не знаю, сделать ей комплимент. Попросим опять череп. Может быть, она нам даст и у нас получится собрать коллекцию. Джаред, этот мужик уже твой дружбан. Он тебе уже один раз давал череп. Так что есть возможность, что он без всяких разговоров и отмазок тебе сразу даст второй. Вот, и Кристалл ходит туда-сюда. Че ты ходишь? Уже десятый раз ее вижу. А Эйприл узнает, что Анна простой бармен. Джаред, мужик здесь. У тебя на старости лет со зрением плохо стало? Еще идет один чувак, но с ним мы не знакомы, поэтому я думаю, что череп он нам не даст. Ну, Джаред, ну что такое? Поболтать. Давайте, не буду давать я никаких действий болтовни. Я сразу дам попросить сахарный череп, потому что, как бы, отношения у них хорошие. Эйприл получает череп. Отлично, ребят, мы получили череп. Это уже девушка рыжая нам не особо нужна. Давайте посмотрим. Я надеюсь, что... Блин! Ну, что ж такое? Опять такое же. Это кошмар. Какое сложное испытание. Джаред получает череп. Джаред, я надеюсь, что хотя бы у тебя... Ой, боже, какой жиль! Жиль прикольный. Такого у нас еще не было ни у кого. У нас есть череп жиль. Круто! Мы уже собрали четвертый череп. Ну, хоть этот у нас разный. Хоть какая-то радость в жизни. И все, мужик, уходи. Хотя, он типа друг нашего Джареда. Я вам говорила, что Джареду сегодня в этой серии хотела внимания уделить. Так что, Джаред, можешь пригласить его домой. Если, конечно же, он согласится. Да, можно его к нам позвать. Ну, а, кстати, они могут вот пойти сесть, нанять простого бармена, сделать напиток. Вот можно для него сделать напиток, если он... Да, можно для него напиток сделать. А Эйприл, я думаю, что теперь просто пообщается с Элли. И, конечно же, пообщаются они о садоводстве. Только, по-моему, с растениями у нас уже все отлично. Давайте спросим у нее о карьере просто и скажем, что, Элли, как только у нас с растениями будут проблемы, мы сразу же тебе позвоним, чтобы ты помогала нам. И, конечно же, когда у тебя будут с растениями проблемы, сразу нам звоним. По-моему, все отлично с садом. Давайте я попробую дать задание ухаживать за садом. Но, вроде бы, все нормально. Вот это вот такое желтое, я не знаю, ну, желтый цвет. Это из-за того, что у меня стоит мод на осень. Они не потому, что растения высохли, с ними все нормально. Они у нас хорошего качества. Просто из-за мода на осень они у нас пожелтели. Так, Вики, давай-ка ты позвонишь и наймешь мастера по ремонту. А то у нас все сломалось. Боже, это вот эту штуку у нас Дуглас сделал, когда отправлялся на работу. Я не знаю, получит он сегодня повышение или нет. Я очень надеюсь, что получит. Потому что все уже как бы на это намекает. И в 17 часов он вернется с работы. Поэтому я эту серию, пожалуй, закончу уже в 17, чтобы мы дождались нашего Дугласа. И узнали, получил ли он повышение. Так, Эприл, что тут? Все отлично, да, с садом? Растения не требуют ухода, я надеюсь. Эприл узнает, что Эли исполнительница. Ну, да, растения у нас ухода не требуют. Поэтому я думаю, что собрание клуба можно разгонять. Хотя нет, смотрите. А, нет, она разговаривает. Она просто разговаривает с растениями. Можно, кстати, пополнить кормушку. Уже нет корма в кормушке. Можно пополнить, и чтобы птички прилетали, клевали. Вот, и на этом закончим собрание клуба. Не будем мучить нашу Эли. Заставлять ее все время заниматься нашим садом. Но я думаю, что Эли это в радость. Тем более, Эприл как бы может дать ей много хороших советов. Так как она очень хорошо разбирается в садоводстве. Так, черепа пока больше никто не ходит и не раздает. Джаред, что ты там друга своего пригласил? Да, налил, наверное, другу выпить что-то. И друг уже ушел. Джаред в туалет хочет. Давайте Джареда, наверное, отправим в туалет. И немножечко вздремнуть. Потому что Симы как-то уже совсем из сил выбились. Эприл, ты там спать не хочешь? А у Эприл все отлично, видите. В саду поубирала все. Растение привела в порядок. Спать совершенно не хочет. Ой, что-то у нас с Полей общается с Викки. Я редко вообще видела их вдвоем. За общением. Кстати, в детстве они дружили. Да, в детстве дружили. Я думаю, что теперь даже восторгаться ощущениями от кравжи. Это потому что у нас Вики клептоман. Но я думаю, что можно повосторгаться. Потому что Поля у нас воришка и преступница. Так что кое-что общее у них есть. Вот. Кстати, Поля может даже Вике рассказать о том, что она работает совсем не полицейским. Как думают ее родители. А работает она в карьере преступника. Вики у нас клептоман. Я думаю, что она Поле нашу не сдаст. Ну, хоть кому-то расскажет. Я не знаю, свой хоть какой-то небольшой секрет. Кстати, есть такое действие. Поделиться секретом. Вот. Давайте поделимся секретом. Только я это действие дала от Вики. Нужно наоборот его дать от Поли. Чтобы Поля рассказала свой секрет. Вот. А то он, правда, у нее не подружек. Глубокую тайну. Это даже глубокая тайна. Вот. Вики рассказывает свой секрет о том, что она клептоман. А Поля говорит, да, клептоман. А я вообще, говорит, воришка еще та преступницей работаю. Вот. У нас Поля с Вики дружили еще в детстве. Я думаю, что нужно им продолжать их общение. Так. Почему к нам не идет ремонтник? Давайте опять наймем мастера по ремонту. А то, что так нам никто не спешит. И, по-моему, никто не стремится починить все наши сломанные вещи. У нас сломался телевизор. А, по-моему, еще стереосистема. Нет, стереосистема в порядке. Так. Мальчишки наши пришли. Вот вижу, уже Нейтан идет. Так. Там не идет никто черепа раздающий. Нет, к сожалению, черепа никто не раздает. Пришли мальчишки со школы. Нейтан. Можно их посадить, покушать. Они уже сами все знают, что нужно поесть. Так. И давайте Ролана тоже пригласим за стол. Хотя он как бы не особо голоден. Вот. Ну, в этой серии я уже мальчишками играть не буду. Я хочу, чтобы пришел с работы Дуглас. И чтобы мы посмотрели, получил он повышение или нет. Но все указывает на то, что сегодня он должен повыситься. У него уже третий уровень в карьере писателя. И я надеюсь, что он уже получит четвертый. И будет как бы продвигаться, продвигаться. Мне бы очень хотелось, чтобы вообще наш Дуглас получил повышение, ну, как бы максимальное. Чтобы он добился и вершины карьеры. Но не знаю, это очень-очень сложно. Тем более, как бы управляя такой большой семьей. У нас уже семь симов в семье. Это много. И я вот не знаю, получится, не получится. Но мне бы хотелось, чтобы хотя бы там до восьмого уровня он докачался в своей карьере. И все-таки стал хорошим таким писателем, журналистом. Вот, чтобы Лили, уже, к сожалению, которая умерла, ну, гордилась им. Потому что Лили действительно этого хотела. Ну, что ж такое все у нас ломается. Ну, давай опять нанимай мастера по ремонту. Каждый день мы это делаем. Нам нужен кто-то, кто умеет чинить и улучшать предметы. Потому что в другой семейке, где мы играем по линии лорочки, там так часто вещи не ломаются. У нас есть Дастин, который все поулучшал. Все предметы у нас хорошего качества. У них там везде прочные экраны. И они просто не ломаются. Может быть, кто-то из мальчишек. Может быть, Нейтан. Может быть, Ролан. Когда подрастет, у нас будет что-то чинить. И сможет улучшить все предметы, чтобы... Ну, чтобы такого не было. Так, Вики, ты у нас бездельничаешь. Иди, наверное, загрузи посудомойку. А то куча пустых грязных тарелок. Нужно это все поубирать, пока оно совсем не завонялось. Так, Поле уже засела за компьютер. Кстати, Поле нужно давать задание, чтобы она у нас пакостничала. Вот общение и флудить на форумах. Потому что по работе ей нужно... Ну, она и так пакостничала. Когда я пришла, да, она делала пакости. Потому что уже на 50% выполнено это задание. Так, ну что ж, никто там черепа не разносит. Нет, это, по-моему, почтальонша идет. Это не участник празднования Дня Мертвых. Что-то сегодня не особо густо. Жасмин. Жасмин, что ты здесь делаешь? Она как-то вот странно появляется. Появляется она на окраинах участка. Не знаю, что она хочет. Но что-то хочет. А Глория. Глория худеет, чтобы Кену нравится. Все, ребят, наш Доглас получил наконец-то повышение. Лили бы им гордилась. Тут бежит Вики ему навстречу, чтобы его обнять и поцеловать. Вот, и поздравить с повышением. Он у нас теперь автор колонки советов. Получает повышение, зарплата увеличивается. Получает премию и кресло-мыслитель. Интересное кресло. Нужно будет, может быть, даже его поставить где-нибудь. Давайте зайдем, наверное, в багаж. И посмотрим, что за кресло нашему Догласу подогнали по работе. О, интересная такая вещь. Я думаю, что мы найдем где-нибудь ей применение. Может быть, в кабинете. А может быть, на втором этаже. Или можно поставить это кресло на второй этаж в комнату Догласа. Правда, вот, не знаю. Вот здесь, в принципе, оно смотрится. Ему можно поменять окрас? Да, окрас меняется. Но в эту комнату оно не особо тут сочетается по цветовой гамме. Поэтому я, пожалуй, его поставлю вот сюда, в кабинет наш. И изменю, наверное, на коричневый цвет. Да, так оно будет смотреться намного лучше. Вот, и, может быть, Доглас будет здесь сидеть вечерами, читать книги. Вообще, хорошо, когда вот мы получаем такие предметы. Потому что их можно получить только продвигаясь по карьере. Так что будет круто, если мы получим повышение максимальное. Нам дадут тоже какие-то интересные карьерные награды. Да, кстати, ребята, я не забыла. Мы будем устраивать свадьбу Вике и Догласу, конечно же, в ближайшее время. Ну, как в ближайшее? Вы знаете, что для меня ближайшее время это серии 7-8. Но обязательно свадьба у них, конечно же, будет. Блур хочет знать, не хочу ли я прийти к нему в гости. Ну, как бы, если бы Блур написал Элли, мы бы пошли. А он пишет почему-то Догласу, поэтому мы идти к нему не будем. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.